Это самый эффективный и лучший способ обслуживания цепей на мотоцикле. И сейчас я вам покажу наглядным примером, как обслужить цепь. Первое, как правильно почистить цепь. Второе, как правильно смазать цепь. И третье, как правильно натянуть цепь. Небольшая викторина. Для чего нам нужен такой большой ключ? И как он может ассоциироваться с этой маленькой коробочкой? Распаковка. Опа, внутри еще одна коробочка. Набор ухода за цепью. Матюль. Ну что ж, смотрим. Первая, щетка. Кстати, очень удобная и практичная. Можно даже зубы чистить с двух сторон сразу. Второе, вот такой вот очиститель 400 мл. Третье, вот такая вот смазка, тоже 400 мл. Стоимость этого комплекта 33 евро. А вы не подскажете мне, когда мне надо смазать цепь? Это правильный вопрос. Сейчас я расскажу. Все очень просто. Причины, по которым надо обслужить цепь. Смотрим внимательно. Боковой корт заднего колеса покрывается таким желтым напылением. Это говорит о том, что цепь сухая и начинает ржаветь. А как часто надо смазывать цепь? В зависимости от того, как ты эксплуатируешь мотоцикл. Допустим, смотри. Первое, если ты гоняешь на треке, естественно, там высокие нагрузки, температуры и скоростя. Естественно, цепь требует более частой смазки и обслуживания. Второе, как часто ты выезжаешь в дождь. Третье, любишь ли ты свой мотоцикл помыть на мойке самообслуживания под высоким давлением. И все эти факторы влияют и ведут к тому, чтобы цепь обслуживалась как можно чаще. И я вам скажу, хоть производитель и рекомендует очищать и обслуживать цепь каждые 500 километров, то опытный пилот может определить сам, когда надо ее обслужить. Все, все, я понял. Приступаем к обслуживанию. Для начала, чтобы не загрязнять экосистему, мы с вами предпримем вот такие вот действия для защиты окружающей среды. Мы же все-таки цивилизованные люди. Поехали. Берем очиститель цепи и начинаем распылять на цепь. Обратите внимание на цепь до. А вообще я вам скажу, что для меня мотоцикл обслуживает такой своеобразный ритуал. Я делаю все непоспешно, проверяю каждую мелочь и при этом получаю кучу эмоций и удовольствия. Внимание! Очень важный момент. Современные цепи, сальниковые в основном все. Я к чему это? Не используйте агрессивные очистители, используйте правильные очистители, потому что вы нарушите этот сальник, его разъезд. И тогда при езде вся вода, грязь и пыль попадают во внутренний механизм цепи, и ваша цепь приходит в негодность очень быстро. Несколько вариантов, как можно чистить такой удобной и практичной щеткой. Снизу, сверху, сбоку. Вы посмотрите, что получилось после. Даже стало видно маркировку. Ну чем заняться в дождливую погоду? Правильно, смазать цепь. Мне уже не терпится увидеть самое главное, как же все-таки смазывать цепь. Ребята, не усложняйте себе жизнь. Ммм, коротенькая байка. Попадается у меня видео в ТикТок. Один парень катает свой мотоцикл взад-вперед по гаражу. Что он, как вы думаете, делает? Смазывает цепь. Я в недоумении сразу же начинаю писать комментарий. Бро, поставь мотоцикл на подкат, и нет проблем, смазывай. На что получаю сразу же мгновенный ответ. У меня нету таких возможностей. Ну, типа, купить, приобрести подкат. В смысле? Мотоцикл стоит 10 тысяч евро, а подкат 10 евро, и нет возможности купить. Мой вам совет, купите подкаты и не усложняйте себе жизнь. Так, ну что же, наша цепь чистая и сухая, приступаем к смазке. Да, еще один вариант, как проверить цепь, вы услышите сухой, звенящий такой шелест. Ну что ж, приступаем к смазке цепи. Матюль, лучшая смазка для мотоциклетных цепей. Матюль, попрошу связаться со мной и обговорить стоимость рекламы. Ну и наконец-то, как же быстро и эффективно смазать цепь. Запускаем двигатель. Включаем первую передачу. И наносим смазку на цепь, на внутреннюю часть. Ведь это так просто. Ну что ж, переходим к регулировке цепи. Внимание! Сильно перетянутая или слабая цепь приводит к быстрому износу самой цепи, ведомой и ведущих звезд. Скажите, а какие могут быть еще последствия при перетянутой цепи? Чрезмерно перетянутая цепь создает колоссальную нагрузку на подшипники в коробке передач. Тем самым уменьшает ресурс их работы. И не забывайте, что при перетянутой цепи подвеска будет работать некорректно. Тугое натяжение цепи начнет ограничивать ход заднего колеса по вертикали. Если вам часто приходится ездить по ямам, то перетянутая цепь даст о себе знать. Как можно проверить, ровно ли у вас выставлено колесо? Как прилегает цепь на звезде? С правой стороны или с левой стороны звезды? Смотрите, раз, раз. Желательно выставить посерединке. Поняли? Сейчас я вам покажу, как это сделать. На всех мотоциклах есть вот такие регулировочные метки. Они находятся с правой и левой стороны. Для начала мы возьмем вот этот маленький ключ, в моем случае на 36. Откручиваем гайку задней оси. До конца откручивать не надо. Отпускаем так, чтобы регулировочный механизм, то есть в моем случае болт натяжения цепи, мог спокойно двигаться. Правильный прогиб цепи составляет 20-30 мм. Это шоссейные мотоциклы. И 30-45 мм это внедорожные мотоциклы. Отпускаем контрольную гайку. В моем случае, если я вкручу болт вовнутрь, я послабляю цепь. А если я начинаю выкручивать болт, он упирается в ось и начинает двигать этот механизм. Такую же операцию и производим на второй стороне. Открутили контрольную гайку и начинаем натягивать цепь. При этом смотрим внимательно, чтобы вот эти отметки совпадали с той стороной, которую вы уже отрегулировали. Помните, цепь вы должны регулировать по мануалу вашего мотоцикла. При регулировке цепи мотоцикл должен находиться на боковой подножке. И после того, как вы сделали регулировку, желательно загрузить заднюю подвеску. Ну допустим, посадить тещу и еще раз перепроверить, соответствует ли мануалу вашего мотоцикла прогиб цепи. Есть несколько способов, как правильно отрегулировать цепь. Вы должны найти середину цепи. Когда вы нашли середину цепи, там где самое большее провисание, мы устанавливаем линейку или рулетку в моей ситуации. От поверхности, на которой стоит мотоцикл, до нижней части маятника. И проверяем прогиб цепи. Или же вот таким способом можете измерить. После того, как вы совершили все эти манипуляции, между звездой и цепью влаживаем кусок ткани. Ну или допустим, какие-нибудь старые свои трусы. Вы можете, конечно, вложить и отвертку, но плотный кусок ткани все-таки это щадящий вариант. А зачем это надо? После регулировки цепи, регулировочный винт может неплотно прилегать к оси. И таким образом, когда вы подложили эту плотную ткань и начинаете крутить колесо по часовой стрелке. Вот оно уже затормозило, видите? Регулировочные болты упираются в ось и выравнивается колесо. Очень простой, а главное важный момент. Подаем колесо вперед по часовой стрелке, пока не почувствуете, что наши трусы застряли между цепью и звездой. И только тогда вы затягиваете гайку. Спасибо тебе большое, бро. Я многого не знал, что ты сегодня мне показал. Спасибо, что вы меня смотрите. Что я вам скажу, ребята? Вовремя обслуживайте мотоцикл. И только тогда он будет вам приносить незабываемые эмоции и ощущения. Понравилось? Поставь, пожалуйста, лайк. И давайте будем делиться своим знанием и секретами. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы обслуживаете цепь. Поделись этим видео. Вдруг твой друг еще не прошел обслуживание цепи? Ведь обслуживание, в первую очередь, это наша безопасность и безопасное движение по дорогам. Ребята, спасибо всем за просмотр. Берегите себя. Берегите своих верных коней. Всех обнял. Пока.